Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Строй Прогресс 31! И сегодня мы подготовили для вас проект максимально комфортного дома для постоянного проживания, площадью менее 90 квадратных метров. Этот коттедж может похвастать не только своим интересным внешним видом, но и превосходной планировкой с разделением на дневную, приватную и техническую зоны, что стало неотъемлемым атрибутом современного загородного дома. Здесь две спальни, что является нормой для такой площади. При этом проект радует наличием общей гардеробной, просторной котельной с возможностью выхода на задний двор, а в прихожей можно организовать удобный подъем в пространство под кровлей. Проект дает немало возможностей для индивидуальных доработок без вмешательства в основной конструктив здания. Площадь технических помещений можно менять под свои нужды, а кухня может быть легко отделена от гостиной. Максимально простая архитектура и двускатная кровля позволяют не только сэкономить на количество используемого материала, но и облегчает поиск подходящей строительной бригады, что является едва ли не главной проблемой для будущего домовладельца. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и возможно именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Также мы можем подготовить для вас проект инженерных коммуникаций. Подписывайтесь на наш телеграм и вконтакте. Сюда мы выкладываем планировки домов, делимся новостями и фото с наших объектов. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Итак, ну и по традиции мы начинаем с наружного обзора дома. Дом у нас предполагается строить из газобетонных блоков, и снаружи мы его выполнили вот в таком, если так можно выразиться, альпийском стиле. Добавили деревянные балки, элементы под дерево, и смотрится это в сочетании с декоративной штукатуркой. Очень здорово. Внизу цоколь у нас выполнен с отделкой диким камнем. Это довольно-таки распространенное решение. Так что я надеюсь, у нас получилось небольшими средствами обеспечить дому достаточно интересный внешний вид. У дома стандартная двускатная кровля. Очень многие по-прежнему предпочитают ее четырехскатной. Во-первых, это классический привычный многим внешний вид, а во-вторых, это дополнительное пространство под крышей. Ну и в строительстве такая крыша намного проще, чем четырехскатная. На правом фасаде у нас окна кухни и гостиной. Это распространенное решение для наших проектов. Таким образом, мы получаем светлую дневную зону. На заднем фасаде у нас, конечно же, терраса. Терраса не маленькая. Здесь помещается большой обеденный стол. Остается место и для дивана небольшого или кресла. И выход на террасу у нас обеспечивается из кухни. Это наилучшее решение, если, конечно, нам удается его применить. Также на заднем фасаде у нас окно котельной, окно в ванную и окно в одну из спален. На крыше вы можете видеть грибки вентиляции. Мы не стали здесь делать кирпичного вент-канала, он здесь и не нужен. И очень удобно, что все они выходят именно на заднем фасаде, а спереди у нас, по сути, чистая кровля. Левый фасад полностью глухой. Предполагается, что этой стороной дом будет располагаться к соседу. Но в зависимости от того, как ваш участок располагается относительно сторон света, можно вынести сюда дополнительные окна спален. Хотя благодаря такой отделке по дереву даже пустой фасад не смотрится уныло. Что касается переднего фасада, сюда мы вынесли вот такое крыльцо. Оно также двускатное. Благодаря деревянным балкам смотрится все это дело очень нарядно. Хотя по факту можно использовать колонны из металла и обшить их под дерево. Если вы строите дом где-то в холодных регионах, то можно полностью остеклить это пространство и у вас получится полутеплый тамбур. А так смотрится очень симпатично, особенно в сочетании вот с такими основаниями колонн, также отделанными диким камнем. Ну а теперь давайте зайдем внутрь и побудем в роли будущих гостей этого дома. Мы заходим и попадаем в достаточно обширную прихожую. Справа имеется глубокая ниша и для шкафа и для каких-то полок с зеркалом. Вы можете организовать это пространство на свой вкус. В принципе с хранением в этом доме проблем не будет, так как по левую сторону у нас имеется гардеробная. Гардеробная светлая за счет окна. Здесь можно установить открытые стеллажи. Можно установить глубокий гардеробный шкаф и даже остается место вот под такое небольшое кресло. Это будет удобно, если вам придется долго ждать вашу вторую половинку, например. Ну а теперь давайте пройдем в основную часть дома. Она у нас делится на дневную зону, кухня, гостиная, столовая и приватную зону спален. Между ними расположена техническая зона. Это котельные и санузлы. Также в холле у нас остается место, чтобы установить сюда люк-лестницу и можно будет спокойно подниматься наверх. Вдруг вы, например, решите обустроить там себе небольшую мастерскую или какой-то укромный уголок. Мы проходим дневную зону. Здесь у нас располагается гостиная, кухня и столовая. В столовой мы расположили стол у стены, но в принципе этого делать не обязательно. Хватит места, чтобы поставить стол полноценно, если, конечно, вам это нужно. Кухня не маленькая. У нас здесь стандартный кухонный треугольник, холодильник, мойка и варочная поверхность. Кстати, кухню здесь можно без проблем полностью отделить от гостиной или, например, продлить этот полустенок и установить здесь прозрачные портальные двери по типу купе. А так у нас зоны достаточно разделены. Отдельно кухня, отдельно гостиная. К гостиной помещается любой диван, помещается кресло, ну и напротив ТВ-стенка. Через стену от зоны кухни-столовой располагается котельная. Это позволит вам использовать на кухне газ, но придется полностью отделить кухню от гостиной. Котельная не маленькая, она будет использована также и как постирочная. Здесь много места и для стиральной, и для сушильной машины, и зону для глажки можно организовать. И, конечно, спокойно поместится все необходимое оборудование. Если вы часто работаете на заднем дворе, то можно предусмотреть здесь дополнительный выход на задний двор. В принципе, в этом доме все коммуникации находятся в одной зоне, и рядом с котельной у нас располагается санузел. Санузел мы выполнили раздельным. Имеется небольшой гостевой туалет, здесь будет размещаться. Унитаз, можно разместить небольшой рукомойник и отдельно ванная. Здесь у нас полноценная ванная, умывальник и, собственно, унитаз. Если у вас нет острой необходимости в раздельном санузле, то можно выполнить одну большую общую ванную. Тогда место еще останется и под душевую нишу, и мы не будем терять пространство на транзитную зону. Ну, а теперь давайте рассмотрим спальни. У нас здесь одинаковые спальни, но, конечно, одну мы предусмотрели как родительскую, одну как детскую. В первой спальне у нас располагается кровать среднего размера, рабочий стол. И так как спальни находятся через стену, между ними мы выполнили нишу под гардеробные шкафы. Это должно обеспечить нам неплохую шумоизоляцию между этими комнатами. Ну и проходим во вторую спальню. Здесь у нас полноценная двуспальная кровать, по бокам по классике тумбочки, напротив телевизор и также ниша подстроенный шкаф. В принципе, можно сделать в этой спальне полноценную гардеробную, тогда эта ниша будет еще глубже для этой спальни, а во второй спальне придется использовать стандартный шкаф. Но я думаю, с учетом наличия гардеробной здесь, проблемы это никакой не составит. Ну а теперь давайте поднимемся повыше и рассмотрим планировку этого дома с более привычного ракурса. При входе мы попадаем в прихожую пять с половиной квадратных метров, гардероб аналогичной площади. Перейдем к дневной части дома. Кухня-столовая 14 квадратных метров, гостиная 15. В доме большая котельная 7 квадратных метров. Гостевой санузел чуть меньше полтора квадратных метра. Ванная почти 7 квадратов. Спальни одинаковой площади по 11,5 квадратных метров. Между спальнями расположены ниши под шкафы, которые можно использовать как отдельную гардеробную для родительской спальни. Здесь две несущие стены, что позволит применить недорогие балки перекрытий. Все основные коммуникации сосредоточены в одной зоне. Общая площадь дома всего 88 квадратных метров. Вот такой интересный одноэтажный дом, который при всей своей простоте обеспечит комфорт и радует привлекательным внешним видом. Если у вас уже есть подходящий земельный участок, этот проект может стать прекрасной альтернативой двухкомнатной квартире при сопоставимой стоимости. На дворе лето. Надеемся, что у вас получается проводить время на свежем воздухе. А мы, в свою очередь, желаем вам точно знать, каким должен быть дом вашей мечты и, главное, иметь возможность построить его. И не забывайте делиться вашим мнением в комментариях. Для нас это очень важно и мы все читаем. Большое спасибо за просмотр!